Народ, всем привет! С вами Игорь Климен, вы находитесь на канале Климен, как вы уже поняли. Сегодня необычный интересный видос, многие из вас спрашивали про него, я решил с вами поделиться какими-то лайфхаками, советами по поводу фотографий, по поводу того, как я их делаю, по поводу того, как можно из плохой фотографии вытянуть в более-менее хорошую. Ну и все в этом духе, то, что может пригодиться вам как тату-мастера. Приятного просмотра! Погнали! Перед тем, как перейти к основной сути ролика, я бы хотел сказать следующую вещь. Есть очень много споров по поводу того, как можно фотографировать свои работы и как нельзя, соответственно, как можно их выкладывать, как нельзя. Я лишь высказываю свою позицию на этот счет в этом ролике, а вы уже решаете для себя сами, подходит она вам или нет. Мы живем в современном мире, очень многие из нас зарабатывают благодаря социальным сетям, благодаря тому, что они показывают свою работу в социальных сетях, и благодаря им находят своих клиентов гораздо быстрее. И для того, чтобы клиент обратился именно к тебе, а не к другому какому-то мастеру, который делает что-то похожее, нужно каким-то образом выделяться. В любом случае, каким-то образом показывать себя, свою работу в наилучшем свете. И кто бы что ни говорил, понятное дело, что есть определенного рода честность, когда ты ретушируешь свои работы так, что они как будто бы сделаны идеально. Нет, я не говорю про это. Я говорю про то, что есть способы привлечь клиентов таким образом, чтобы просто чуть выгоднее сфотографировать, чуть выгоднее поставить светом или еще какие-то моменты. И именно про это мы будем разговаривать. И именно это я считаю нормальным. Близко вам это или нет, решайте сами. А мы пока перейдем к основной сути ролика. Вы должны понимать, куда вы фотографируете свои работы. Зачастую мы делаем это для социальных сетей. Вы должны изначально прогнозировать все создание контента под эту социальную сеть. Вы должны понимать, что у вас там должно быть определенное количество пространства вокруг, то что фотография потом станет квадратной, не квадратной и так далее. Ваши работы должны сразу читаться. Например, вы сделали татуировку на предплечье, на ноге, на руке. Это должно быть сразу понятно, что это нога, рука и так далее. Потому что человек, который заходит в профиль за решением определенной задачи, он ищет для себя ноги, руки, грудак, спины, там еще что-то. Эти вещи должны быть сразу понятны. То есть первая фотография в сетке вашего профиля, она должна отображать либо часть тела, на которой это сделано, либо конкретно образ внутри татуировки, который вы нарисовали. Допустим, лев, тигр и так далее. Второе. Есть очень много разных мастеров, которые работают именно с конечностями, с руками, с ногами, зачастую предплечьями или голенью. И часто вот таких ребят в профиле можно встретить такое, что у них фон плюс-минус одинаковый, и в профиле в основном идут одни и те же сосиски. То есть вот вертикальные такие куски тела. Это смотрится непрезентабельно, поэтому я бы порекомендовал в таких случаях придумать несколько различных ракурсов, которые можно было бы комбинировать в профиле между собой. Немножко поменять угол, немножко приблизить, немножечко отдалить. В зависимости от того, какой это объект у вас, какая часть тела, вы можете по-разному ее показать, и в зависимости от выгодных или невыгодных частей вашей работы подчеркнуть или наоборот что-то скрыть. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это уникальные фишки вашего профиля. Например, в нашем магазине одежды TypeManiac Store мы часто практикуем такую вещь, как полоски из трех постов. Когда мы профиль ввели до этого, кстати, сейчас вы увидите, вы можете заметить, что было очень много разных фотографий, якобы на одном фоне или в одной цветовой гамме, чтобы профиль смотрелся гармонично и так далее. Я скажу прямо, то, что это не работает, потому что замерили показатели, и с точки зрения обратной связи, она увеличилась именно в тот момент, когда мы начали делать полоски из трех, потому что эти посты сами по себе начинают контрастировать друг напротив друга, и в результате получается так, то, что люди чуть лучше читают образы этих постов. Допустим, какую-то футболку легче могли увидеть, или какую-то кофту. С туировками работает точно так же. Вы можете комбинировать несколько разных фонов, которые вы используете в своем профиле. Три работы отфоткали на одном фоне, три работы на другом. Слегка все это чередуя, вы добавляете контрасты своим же работам просто на общем виде профиля. Поэтому я бы тоже хотел обратить на это внимание. Надеюсь, вам это тоже пригодится. Давайте коротко пробегусь по поводу того, как вообще должен выглядеть пост. Это уже некий SMM, не SMM, кто-то со мной может согласиться. Нет, я просто говорю с точки зрения своего опыта. Первая фотография, это должны быть кликбейтные фотографии, которые висит у вас в общем виде профиля и, соответственно, привлекают внимание к этому посту. Вторым должно быть видео. В идеале должно быть видео, потому что все соцсети устроены таким образом, что чем больше времени разного рода люди задерживаются на твоем посте, тем активнее соцсеть себя продвигает. Это в любой соцсети так, поэтому чем больше вы удержите человека на конкретном посте, тем лучше. И видео как раз-таки очень хорошо на это влияет. Следующие фотографии, которые вы будете выкладывать, они должны показать работу с разных сторон. Это какой-то общий план, чтобы показать, как татуировка выглядит в общей концепции тела издалека, допустим. Чуть ближний план, когда татуировка расположена во весь экран, рукав на весь экран или предплечье на весь экран. И дальше можно добить это все какими-то более крупными планами, каких-то выгодных кусков ваших работ, которые вы считаете нужным показать. И лучше даже будет, если вы их проговорите именно в описании этого поста. А также можно использовать еще некоторые моменты. Например, я в последнее время полюбил делать такую штуку, чтобы фотографировать работы с лица клиента. Как будто бы человек сам смотрит на свою работу и, соответственно, видит то, как у него это выглядит на теле. Это очень классный способ донести другому будущему вашему клиенту, как могут ваши работы выглядеть на нем, чтобы он, условно, видя эту фотографию, сразу считал этот образ и примерил это на себя. Можно показать татуировку с разных ракурсов именно в движении. Допустим, я когда делаю свои рукава, я очень большой упор делаю на анатомию. В своем случае я очень часто использую такие ракурсы, когда локоть сокнут или когда кисть вывернута, или когда, допустим, рука как-то повернута, скручивается, раскручивается. Это очень хорошо показывает динамику моих работ. И в целом вы тоже можете использовать это для своих работ или для своих фотографий. Итак, по тому, как вести свой профиль или как сделать его визуально лучше, мы пробежались, причем очень коротко. Если вам интересно будет обсудить эту тему более подробно, напишите об этом в комментариях. Но этот ролик все-таки про фотографии, поэтому дальше мы переходим к оборудованию, которое я использую при съемке своих работ. Первое, на что вам стоит обратить внимание, то, что вам по-любому придется на него потратиться, просто потому что от внешнего вида фотографий ваших работ зависит то, сколько вы будете зарабатывать дальше. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что ваше оборудование должно быть компактным. Просто потому что, когда вы поедете на GESPOD, или просто поменяете какую-то локацию, или просто будете в другой студии работать, везде условия разные. И это каждый раз будет влиять на внешний вид вашего профиля, поэтому вам нужно, чтобы в этой ситуации максимально все зависело от вас. Следующее, что у вас должно быть из оборудования, это полярик. Для тех, кто не понимает, что это такое и как оно работает, давайте очень коротко расскажу. В поляризационной линзе есть поляризационная пленка. Они работают в комплекте. Поляризационную пленку вы наклеиваете на источник света, для того, чтобы свет, который был рассеян во все стороны, сгруппировался и, соответственно, был направлен строго вот именно в какую-то определенную точку. Вы направляете этот источник света с пленкой на вашу работу, линзу одеваете на объектив вашего устройства. Это делается для того, чтобы убрать блеск, лишние блики с вашей свежей, только что открашенной работы. Я это использую просто потому, что у меня очень редко получается так, что я могу сфотографировать зажившие работы, потому что я очень много езжу, у меня очень большое количество клиентов с разных абсолютно мест. Повторно их пригласить на фотосъемку не представляется возможным. А когда мы просили сфотографироваться этих клиентов самостоятельно, ничего хорошего не получалось. Для тех, кто хочет разобраться в этой теме более подробно, можете просто загуглить. Ну а в качестве оборудования просто от себя скажу то, что я использую полярик и поляризационную пленку. Двигаемся дальше. У полярика есть определенные недостатки в плане фотографии. То, что каждый раз, как только вы сдвинете свое устройство чуть правее или чуть левее относительно источника света, вам придется снова подстраивать линзу. Именно для этого я вам рекомендую приобрести вот такую клетку, которую вы сейчас увидите на экране. Клетка эта представляет из себя определенное крепление для телефона. На телефон вы, соответственно, одеваете полярик. Сверху и снизу я добавляю по одному источнику света. Объясню почему. Если мы будем добавлять только один источник света, это будет хорошо работать только на каких-то маленьких работах. Допустим, если просто притейча сфотографировать или просто какую-то односеансовую работу. Но если вы фотографируете какой-то большой проект вроде рукава, спины и так далее, то если у вас источник света будет направлен только сверху, то получится так, что низ работы вы не подсветите абсолютно. Соответственно, эту часть работы ваш клиент не увидит в образе общего рукава. Плюс я еще рекомендую приобрести еще один такой же источник света, только с разными цветами. На клетке у вас обычный белый свет установлен, который просто меняется по тональности теплый-холодный, а на фоне вы кидаете какое-то цветное освещение для того, чтобы лишний раз подсветить вашу работу. Таким образом вы сможете сразу убить нескольких зайцев. Вы, во-первых, решаете внешний вид профиля для себя тем, что у вас фон становится определенного цвета, вам проще собрать полоску из трех постов, вам проще собрать общий гармоничный внешний вид профиля. Вы спокойно меняете тональность вашего фона и подстраиваете его под любую цветную работу. Если у нас вот теплая работа, теплый рукав, мы делаем на фоне холодное освещение, и теплое на фоне холодного очень хорошо контрастирует, еще лучше подает вашу работу. Поэтому очень прикольная штука, стоит копейки. Суммарно весь этот комплект, который клетка, освещение и так далее, вышел мне порядка 10-15 тысяч рублей. И все, я закрыл для себя эти вопросы абсолютно навсегда. Коля Джангиров, за рекомендацию спасибо. Это минимальный комплект оборудования, который использую я. Он довольно бюджетный, он позволяет брать его с собой куда угодно, он довольно мобильный, и меня абсолютно это устраивает. Понятное дело, что если мы возьмем какой-нибудь супер классный фотик, типа поставим на него полярик, будет плюс-минус то же самое, но это в разы дороже. Честно, мне неохота еще плюсом потаскать с собой какой-то громоздкий фотоаппарат и тратить на него какое-то количество денег. Поэтому я нашел для себя такой способ, вы можете для себя выбрать что угодно. Дальше, давайте перейдем к подготовке модели. Да, это тоже нужно делать, потому что очень многие люди не понимают, что, допустим, вот они сделали какую-то маленькую татуировку на предплечье, и они выбрели чисто вот этот вот кусочек, вот именно вот здесь, вот вообще остальное у него волосатое, допустим. Выбривать нужно полностью. Просто вот все, что у вас будет видно в кадре, оно должно смотреться гармонично и аккуратно. То есть там не должно быть никакой грязи на фоне, не должно быть никакой грязной одежды, которая осталась у клиента после сеанса. Просто подготовьте нормально клиента. Я понимаю, что после сеанса это делать сложно, но это делать необходимо. В идеале, конечно, фоткать зажившую модель, но если вы так же, как я, фоткаете свои работы после сеанса, порекомендую вам делать такую вещь. После того, как вы сделали свою работу, вы наносите на чистую промытую татуировку маську, салфетку, дальше поливаете все это водичкой и заматываете в пленку. И вот такой компрессик вы делаете минут на 10-15. Даже просто если вы это сделаете, это уже позволит вам не мучиться каждый раз протирать салфеткой татуировку во время фотосъемки, и она будет хорошо выглядеть. Но есть еще одна такая штука, прикольная тоже называется, тату-финиш. Не знаю, сможете вы ее найти в тату-магазинах или нет. Это то ли сульфат алюминия, то ли что-то еще подобное, не помню точно состав, но суть в чем, эта штука, которую вы наносите в виде спрея на татуировку, даете ей остыть, немножко втираете, она позволяет закрыть поры, вот эти вот травмированные части вашей татуировки, и таким образом, через какое-то время, когда вот эта штука полностью высыхает, ваша татуировка выглядит, как будто бы уже прошло несколько дней, как будто бы она уже полностью закрылась, такая, ну, такая сухенькая, но при этом абсолютно аккуратная, нормальная. Ее уже можно спокойно фотографировать. Я уже говорил про поводу одежды, по поводу грязной, или какой-то слишком отвлекающей внимания вот вашей татуировки. Я хочу еще раз обратить внимание, потому что, допустим, случай с девочками, это прям кардинально играет роль, допустим, если просто девочка в какой-нибудь грязной майке после сеанса, либо девочка в каком-нибудь нижнем белье. И если вы хотите на это внимание заострить, то предупреждайте клиента заранее перед сеансом, чтобы человек тоже подготовился и взял эту одежду с собой. Последнее, что я хотел бы, наверное, затронуть именно в плане подготовки к фотографии, это локация для фотографии. В идеале у вас должен быть максимально простой фон. Каждый объект, который на фоне находится, какая-то роспись или какой-то просто там, не знаю, цветочек, не цветочек, интерьер, он очень сильно отвлекает внимание от татуировки. Поэтому, если у вас нет возможности условно поменять каким-то образом фон, и у вас ограниченные условия при выборе фона для вашей фотографии, то, как минимум, вам нужно сделать так, чтобы этот фон был размыт на фотографии. Это очень легко можно сделать при портретном режиме на телефоне, либо при съемке на камеру. Какой вариант вам подходит больше, уже решайте сами. Но если не тот, не тот вариант вам не подходит, вам нужно выбрать максимально простой фон. Условно, белый или черный. Белая стена есть почти везде. Если такой нет, можете использовать просто какую-то занавеску или какую-то тюль, которую найдете ближайшую. После того, как вы подготовили фон, вы можете его также подсветить. Как я говорил ранее, допустим, вот вы видите сейчас вот тут вот подсветку внизу. Это вот как раз таки делается примерно следующим же образом. То, что кладется контровой свет на фон, какой-то цветной, и он задает лишний контраст. То есть, я теплый объект спереди, сзади холодный свет. Ну, все логично. Следующее, что я хотел бы добавить, это не приближайте свою модель слишком близко к стене. Когда вы направляете источник света на свою модель, у вас получается некий контраст. То, что сзади темно, и спереди у вас светло, из-за того, что у вас модель сама подсвечивается. Чем ближе, соответственно, модель будет стоять к стене, тем больше будет подсвечена сама стена, тем меньше будет контраста между передним и задним планом. Поэтому, если вы хотите лишний раз добавить контраст со своей фотографией, чуть дальше отведите свою модель от стены. Давайте перейдем дальше. Я бы хотел поговорить о положении модели на фотографии. Я могу сказать прямо, что если человек умеет фотографироваться, то это уже половина успеха хорошей фотографии. Просто потому, что человек умеет держать себя в кадре, он умеет встать с нужной стороны. И зачастую люди не умеют это делать, и поэтому именно вы должны на себя взять обязанность поставить модель таким образом, чтобы она в кадре выглядела хорошо. Очень мало людей постоянно фотографируются, и очень мало людей понимают, как они выглядят в кадре. Поэтому вы должны им помогать, и вы должны их ставить. Прям не бояться ставить, именно поворачивать, выгибать как-то. То, как это делать, решать уже вам. Допустим, в случае с девочками, у меня есть хороший товарищ, зовут его Дима Носов, который прям выделяет отдельный день для съемки моделей, снимает студии, который фоткает свою работу с зажившими, который прям, ну, ставит девочек таким образом, чтобы выглядела в первую очередь красиво сама девочка, а только потом уже фотография. Я, в принципе, в этом подходе с ним полностью солидарен, но у меня зачастую на сеансах преимущественно мужики, поэтому я их стараюсь сделать максимально брутальными. Допустим, если мы фотографируем какую-то работу на груди, не надо его фоткать вот так. Нужно расправить лопатки, не знаю, выпрямить спину, поднять шею, то есть, чтобы мужик прям был мужиком, чтобы, блядь, брутальная, красивая фотография была. Касаемо руки, касаемо спины, ноги, все то же самое. Вам нужно показать не только саму татуировку, но и то, как эта татуировка выглядит на конкретном человеке, потому что люди покупают образ в том числе. Если ваши клиенты видят, что вы делаете работу на крутых, мужественных мужиках, прийти и поработать с чуваком, который вот существует в таком социуме, тоже вполне приятно. Я это говорю не со своих слов, мне это говорили клиенты, поэтому это реально тоже важно, тоже учитывайте на будущее. Но даже несмотря на то, что вот я все это перечислил, все равно бывают ситуации, когда вот вы проебались абсолютно по всем фронтам, то что вы где-то потеряли полярик, у вас нету сил просто нормально сфотографировать вашу работу после сеанса. И именно в таких случаях я просто советую сделать хотя бы несколько следующих вещей. Во-первых, возьмите максимально рассеянный источник света. Как правило, во всех студиях он есть, хоть какой-то, но есть. Если у вас даже нет никакого источника света рассеянного, возьмите вот обычную лампу, допустим, как вот эта сейчас на экране появится, просто приклейте на нее кусок бумаги, таким образом у вас получится рассеянный свет. Просто сфотографируйте работу на каком-нибудь максимально простом фоне в разных ракурсах, спереди, сзади, слева, сбоку, максимально с разных ракурсов. Причем далеко, близко тоже важно, потому что вам это пригодится для того, чтобы показать работу с разных ракурсов или, возможно, подстроить ракурсы потом на постпродакшне. Сейчас к нему и перейдем. По поводу постобработки могу сказать следующее. Ее мало кто любит, но ее необходимо делать во многих ситуациях, когда, допустим, работа слишком красная, либо слишком травмированная. Допустим, у меня часто бывает такое, что ко мне приезжают клиенты, условно, сразу там на неделю и за неделю там делают по 4-5 сеансов и это все заканчивается тем, что это сопровождается отеками, синяками, какими-то, возможно, опухлостями, так скажем. И это все нужно корректировать, просто потому что потом возможности сфотографировать у меня его не будет. Типа, я проект потеряю. Сейчас вам буду объяснять, что я делаю в тех ситуациях, когда выборов, кроме как вот посткоррекции нет. У меня вот есть такая фотография работы, которая, на мой взгляд, работа сама по себе прикольная, но то, как она выглядит в итоге, мне не особо нравится. Поэтому, что я сделал? Я просто взял другой ракурс этой же ноги и отразил ее просто на соседнюю ногу таким образом, чтобы ступня осталась та же, а вся остальная часть поменялась. И, соответственно, для того, чтобы это не было заметно, немножко притонировал. Причем притонировал все на фоне для того, чтобы нас ничто не отвлекало. Так как я уже говорил, что иногда довольно выгодно добавлять какие-то цветные освещения на фон для контраста, мы можем добавить его искусственно, просто для того, чтобы разнообразить наш фон. Поэтому я, например, в этой работе просто добавил цветное освещение, которое просто накрасил и дальше уже за счет наложения слоев немножечко видоизменил. Дальше там притонировал какие-то части, которые меня также напрягали. Дальше мы все это разнообразили какими-то линиями из моих старых эскизов, которые, допустим, просто хорошо разбавили фон. Ну и, соответственно, логотип. Кстати, логотип очень важная штука, очень хорошо влияет на узнаваемость и очень хорошо выделяет вас среди конкурентов внутри вашего стиля. Я бы сконцентрировал на этом внимание при какой-то фирменной подаче через какие-то вот такие эскизы либо через логотип особо пристальное внимание. И точно так же мы делаем с фотографией с другой стороны. Была просто фотография такая же, только с другой стороны. Мне захотелось ее немножечко разнообразить, просто чтобы она не была похожа на первую. Поэтому я сделал более крупный план таким образом, обрезав все лишнее. Дальше все остальное закрасил черным цветом и даже просто точно так же дорисовал освещение цветное для того, чтобы фотография смотрелась чуть более контрастно и интересно сама по себе. Также мы добавляем какие-то детали, логотипы и в результате у нас получается вот такая фотография. В целом ничего сложного. Я думаю, что это не составит труда сделать у какого-либо обычного пользователя iPad'а в Procreate, поэтому можете брать на вооружение. Допустим, у нас очень часто бывает такая история, то, что появляются какие-то синяки в течение нескольких сеансов или какие-то моменты нам нужно просто подкорректировать дефекты кожи, какие-то шрамы, прыщики и прочая всякая история. Допустим, у меня вот конкретно был пример с грудаком, который был очень для меня важен. Мы его делали несколько дней, несколько дней рисовали. В общем, очень прикольный проект, но я немножко проебался с фотосъемкой просто потому, что ему нужно было зажить, а времени на то, чтобы зажить, у нас не было. Мне нужно было выложить проект. Если вы посмотрите, допустим, на эту фотографию, то увидите, что очень много красноты вокруг линий образовалось. Особенно на ключице это очень заметно. И сама по себе работа вся разноцветная. Если вы посмотрите какие-то дальние куски, то увидите, что там есть какие-то желтые части от синяка с прошлого сеанса и так далее. И такое тоже бывает. От этого никто не застрахован. Ну, просто особенность организма у человека такая, то, что он любые болячки таким образом воспринимает. Ничего страшного. Как вы видите, вот этот весь цвет просто увел в оранжевый. Каким образом это делается? Просто мы заходим в цвет, смешение. Вот этот весь оттенок красного мы уводим по оттенку в оранжевый и немножечко опуская насыщенность. То есть, по факту, было вот так. Мы увели оттенок в оранжевый и убавили насыщенность этого оранжевого таким образом, чтобы он слился. Дальше, вот допустим, вот эти вот какие-то мелочи я спокойно могу заретушировать уже на iPad. В общем-то, чем я, собственно, и занялся дальше. Я подготовил себе несколько таких фотографий. Причем, как вы видите, тут план гораздо дальше, чем тот, который выбрал я для себя. Это опять-таки сделано для того, чтобы лишний раз не отвлекать внимание пользователя от татуировки. Потому что лицо человека очень сильно отвлекает внимание от грудака. Было принято решение, что я его обрежу. У нас получается так, что фотография в квадрате, все круто, все классно, но к ней все еще есть целая куча вопросов. Я обрабатывал эту фотографию на телефоне в программе Lightroom. Она бесплатная для абсолютно всех пользователей. Все эти функции доступны сразу. Поэтому вы можете использовать на вооружение, а мы перемещаемся обратно в Procreate. Покажу, что с этим делать дальше. Стопни. А ее нет уже, она на почту ушла. В итоге у нас получилась та фотография, которую мы обработали на телефоне. Дальше мы перемещаемся с этой фотографией в iPad. Я уже обрезал фотографию, я уже вам об этом сказал. После этого мы начинаем, как вы видели, я притонировал все части внизу, вот части занавески, допустим, на фоне стену вот эту вот какую-то, все куски на фоне, которые отвлекали глаз, которые не нужны по факту на этой фотографии. Я все притонировал. Плюс я накрасил обычным красным цветом сверху на отделенном слое якобы искусственное освещение. Дальше нажал режим экран и за счет этого у меня этот цвет наложился на то освещение, которое есть на фоне. Таким образом, мы наше оранжевое освещение вернули обратно в красное. Дальше стираем все лишнее и, соответственно, начинаем ретушировать саму фотографию. Сейчас я вам покажу, приближу. Вот, как вы видите, вот было до и начинаю вот почищать вот это вот все. И по факту у нас фотография готова. И дальше я занимаюсь только тем, что я обрабатываю уже другие фотографии в подобном стиле. Самое главное, чтобы фотографии внутри одной публикации соответствовали друг другу, чтобы они были одинаково обработаны по цветокору. Иначе это будет слишком большое количество вопросов вызывать у конечных клиентов. И люди будут думать, что у вас реально все делается за счет цветокора какого-то или за счет какой-то постобработки. Это требуется только для того, чтобы просто почистить какие-то моменты, которые могут цеплять глаз у возможных ваших потенциальных будущих клиентов. В результате у нас получается вот такая фотография. Кстати, по поводу ретуши. Я это делаю за счет пальца, который здесь есть в правом верхнем углу. Вот, просто мы его нажимаем, уменьшаем размер нашей кисти, допустим, кисть мягкая, обычная. И дальше просто начинаем подмазывать его потихоньку. Допустим, если на примере черного пигмента, то это выглядит следующим образом. То, что он видишь, видите, растушевывает все это. И все это делать можно более мягко и аккуратно. Вот, допустим, вот тут вот кусочек забыл, я как оказалось. И мы просто берем, можно еще чуть-чуть меньше даже, и вот так вот чуть-чуть это все подретушируем. Не сильно, аккуратно, просто чтобы это не привлекало вашего внимания. Допустим, вот на примере вот этой родинки можно точно так же спокойно взять ее, мазнуть немножечко в разные стороны. И в целом она уже станет незаметна. И точно так же вы можете сделать абсолютно с чем угодно, с какими-то прыщиками, с какими-то моментами, которые не нужны на этой фотографии. И фотографы очень часто к этому приходят. Они очень часто ретушируют фотографии по реально долгому количеству времени. И я не понимаю, почему фотографы татуировок или сами татуировщики не должны это делать. Фотография просто это красивая картинка в портфолио. И вы можете сделать с ней все, что хотите. Единственное, что я бы советовал, рекомендовал, настаивал на том, чтобы не влезать слишком сильно в саму татуировку. Например, ну вот именно в само ваше нанесение. Понятное дело, что бывают моменты, когда там проебался по контуру или еще что-то. Но вот единственное правило, которое бы я установил для себя, то, что я не лезу в татуировку. Вот именно в саму татуировку. Все остальное вокруг я могу делать с этим что хочу абсолютно. И вам тоже это рекомендую. Я хотел вам продемонстрировать свои маленькие какие-то лайфхаки, не лайфхаки. Назовите это как угодно. Не знаю, правильно это, неправильно и так далее. Но лично мое мнение, что наше портфолио в социальных сетях, наш профиль это всего лишь наше портфолио, наша творческая страница какая-то, где мы вольны делать все, что мы хотим. И нам важно показывать в наших работах, в наших фотографиях свою индивидуальность. Поэтому я хотел этим видео просто помочь вам, возможно, что-то направить, чем-то помочь, как-то посоветовать и так далее. Пользоваться этим или нет, решайте сами. Если вам понравился подобный формат видео, обязательно напишите об этом в комментариях. Мы будем рады снять еще что-то подобное, но мы не совсем понимаем, что конкретно вам хотелось бы услышать от нас. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, будьте лапочками и умницами. Всех обнял. Всех букв.